Я сейчас расскажу вам про видеорегистратор DRACIR, а точнее про новинки, которые мы запустили в течение предыдущего года. И сейчас рекомендуем вам обратить на них внимание. Nero Station с аппаратным RAID-контроллером – это наш отказоустойчивое устройство для запуска видеонолитики. Мы ориентируем это устройство для объекта с повышенными требованиями к сохранности архива видеоматериалов. Такие устройства у нас поддерживают до 128 IP-каналов. У нас здесь стандартная производительность видеонолитики до 26 каналов распознавания лиц. Естественно, как и все наши модели линейки Nero Station поддерживают режим off-load и 8 дисков в RAID-массив, собранный по логике 5.0. Также эта модель у нас комплектуется резервированным блоком питания для того, чтобы повысить отказы в стоимости к внешним воздействиям 20-ти интерфейса. Это вполне себе стандартная характеристика наших Nero Station. И, что немаловажно, достаточно высокая пропускная способность до 720 Мбит в секунду входного битрейта. Это флагман видеонолитики Nero Station с производительностью А16. До момента появления этой модели у нас была модель только с приставкой А8. А16 у нас подразумевает то, что мы в два раза увеличили производительность видеонолитики. Эта модель хороша для того, чтобы оптимизировать бизнес-процессы в крупных предприятиях, таких как логистические центры, различные энергетические и промышленные предприятия. Это устройство у нас поддерживает до 160 IP-каналов и до 130 каналов распознавания лиц в легких сетапах. Естественно, чем тяжелее нагрузка, чем тяжелее сценарий, у нас будет уменьшаться это значение. Но, опять же, мы здесь поддерживаем высокий уровень производительности в два раза превышающий, чем у нас было до этого. Это устройство очень хорошо подойдет для апгрейда уже существующей системы за счет того, что мы одним устройством можем покрыть большое количество витаминетических задач при помощи режима off-load. И в этих моделях мы можем поддерживать жесткие диски до 22 терабайт. Точно так же, как и во всех предыдущих моделях, два сетевых интерфейса 720 мегабит входного битрейта. Мы сертифицировали наше устройство NeuroStation в реестре Минпункторга. Теперь у нас есть сертификация ST1, и мы подтвердили то, что наш видеорегистратор NeuroStation производится на территории Российской Федерации. Модельный ряд здесь представлен из нескольких устройств от 64 до 160 каналов с различной производительностью видеоналитики от 2 до 6 уровня производительности. Точно так же все остальные характеристики, как и для наших остальных моделей NeuroStation, здесь они точно так же сохраняются как off-load, так и высокая пропускная способность устройств. Имея эти устройства, у нас появляется возможность участвовать в тех тендерах, в государственных контрактах, где необходимо наличие этого сертификата. И следующее устройство, точнее даже не устройство, а программно-аппаратный комплекс под названием HyperStation. Почему это программно-аппаратный комплекс? Потому что устройство, точнее комплекс устройств предполагает изначально использование не менее трех серверов. HyperStation – это комплекс для организации высоконагруженной системы видеонаблюдения с повышенными требованиями к отказу устойчивости у хранения видеоматериала. Это масштабируемость. Мы можем увеличивать количество серверов в системе без остановки работы всей системы и потери данных. Мы можем использовать геораспределенные кластера. Мы можем использовать огромное количество камеров. Оно фактически не ограничено, потому что мы можем вставить в каждый сервер и подключать к нему все больше и больше камер. HyperStation – это производительность каждого сервера, который находится в этом кластере. До полутора тысяч камер на один сервер и более 50 тысяч камер мы можем подключить в один кластер. Мы можем подключать оффлот видеоналитику к этому кластеру. И мы специально выделили нейроналитику на отдельные сервера в этом программно-аппаратном комплексе для того, чтобы ядро всей этой системы HyperStation работал хорошо и работал безотказно. HyperStation – это отказоустойчивость. Мы имеем минимальную конфигурацию резервирования серверов 2 плюс 1, то есть суммарно минимальная конфигурация состоит из трех серверов. И если у нас выходит хотя бы один сервер, у нас вся система видеонаблюдения продолжает функционировать, как будто ничего не произошло. В штатном режиме у нас происходит равномерное распределение нагрузки по всем серверам. Мы выделяем несколько паттернов тем клиентам, тем конечным потребителям, кому может быть полезен HyperStation. Естественно, это крупная организация, потому что изначально мы подразумеваем большую нагрузку на наши сервера и минимум тысячи камер на устройство и более. То есть это достаточно крупные объекты, от десятков тысяч квадратных метров. И это распределительные центры торговых компаний, логистические центры службы доставки. И это режимные объекты, там, где сохранность видеоматериалов имеет критическое значение. В первом случае мы говорим про то, что остановка видеоматериала, потеря нескольких минут, секунд или часов сказывается на работе бизнес-процессов, логистических распределительных центров. И потеря видеоматериала или хотя бы остановка видеопотока или потеря какой-то части этого видеоматериала сказывается на издержках этой компании, появление излишнего количества рекламации, потери товара на складе и подобные ситуации, связанные с движением товара по большому объекту. А в режимных объектах мы понимаем, что могут случаться различные ситуации, когда необходимо даже спустя продолжительные моменты обратиться к материалам и предоставить их по запросу, либо при расследовании внутри компании, либо при расследовании уже вне компании. И отсутствие этих материалов понесет серьезные последствия как для всей компании, так и, возможно, для каких-то сотрудников этой компании. И чем же выгоден получается наш Hyperstation? Он снижает издержки для обслуживания инфраструктуры на больших объектах за счет того, что мы снижаем общее количество серверов. Это бесперебойная доступность архива для всяких различных расследований или функционирования бизнес-процессов. Это снижение факелей за счет того, что мы решаем эти вопросы оперативно и за счет того, что у нас равномерно распределяется нагрузка и сервера взаимы заменяют друг друга, у нас стабильно работают все бизнес-процессы. И мы можем безопасно хранить данные даже при размещении информации в различных дата-центрах. Почему видеорегистраторы Trossir? Все видеорегистраторы Trossir поддерживают возможность видеоаналитики в достаточном объеме. Регистраторы могут работать как в отдельности, так и в составе распределенных систем. У нас возможно централизованное управление видеорегистраторами и их администрирование. Конфигурации наших регистраторов и их начинка, они выходят из задач клиента. Мы обеспечим оптимальную производительность для решения этих задач и идеальную совместимость между оборудованием, задачами и программным обеспечением. Мы имеем собственное производство и имеем возможность кастомизации наших устройств по задаче клиента. Собственное производство подтверждено сертификатом ST1 и мы внесены в реестр Минпромторга. Данные и доступ к нашим видеорегистраторам и данным, которые на них хранятся, защищен как на аппаратном, так и на программном уровне.